Здравствуйте! Передача «Другой формат» снова в эфире. Откремели новогодние праздники и мы продолжаем вести циклы наших передач. Катерина Поздеева, мой напарник, сегодня в отпуске еще не вернулась, но со следующей передачи мы уже продолжим вести ее традиционно вместе. О чем бы хотелось поговорить? В Новый год все друг другу желали, чтобы все проблемы остались в прошлом году. Но, к сожалению, так не получается. Кризис продолжается и никто не может сказать, когда он закончится. Сегодня уже федеральная власть говорит о том, что это не кризис, а это новая реальность и нам в этих условиях придется жить очень долго. И как с вами мы теперь будем жить в новых условиях? Что же надо делать власти, по вашему мнению? С одной стороны, понятно, что власть не может бросить людей на произвол судьбы, оставить их со своими трудностями, которые сейчас происходят и по всей стране и в нашем регионе в частности. Например, многие компании даже в нашем регионе сокращают количество работников, то есть людей просто увольняют с работы. Также большинство компаний нашего региона сокращают выплаты зарплат тем людям, которые остались. Соответственно, люди получают меньше денег, падает покупательская способность населения, люди меньше ходят в магазины, от этого страдает малый и средний бизнес, который арендует помещения в этих магазинах. От этого страдают уже и владельцы самих магазинов. Также, по последним данным статистики, на 30% меньше людей стало ходить в кинотеатры. То есть люди просто начинают уже экономить деньги и тратить их на товары первой необходимости. Соответственно, уровень безработицы начинает расти в Архангельской области и уровень преступности также начинает расти. Безусловно, власть не может оставить людей на произвол судьбы со своими проблемами. Соответственно, надо принимать какие-то меры. Возможно, создать в Архангельском областном собрании при каждом комитете постоянно действующие комиссии, чтобы люди обращались, могли постоянно обратиться со своими проблемами, могли быть услышаны. И чтобы депутаты тут же, совместно с правительством региона, начинали эти проблемы решать. Мы слышим разные инициативы, которые исходят, в том числе и от федеральных властей. Но, в частности, одна из последних, наверное, общественная палата предлагает запретить людям, которые находятся на работе, общаться в социальных сетях. Но насколько это актуально? И насколько это решит те проблемы, которые сегодня существуют? Поэтому мне в нашей передаче хотелось бы рассказать о тех законах, которые были приняты в конце 2015 года Архангельским областным собранием депутатов и которые начинают действовать в этом году. Итак, с 1 января вступает в силу закон, по которому начинается проведение аукционов для малого и среднего бизнеса в Архангельской области. Областной закон об областном бюджете на 2016 год вступил в силу с 1 января. Предусматривает единовременную денежную выплату женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 22 до 24 лет, включительно в размере 37 227 рублей. Обращаться по данному вопросу необходимо в отделение социальной защиты населения. Следующий областной закон о мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий и иных категорий граждан вступил в силу 1 января. Увеличение ежемесячной денежной выплаты на приобретение топлива со 150 до 384 рублей лицам, проживающим в домах, имеющих печное отопление. Следующий областной закон о реализации органами государственной власти Архангельской области государственных полномочий в сфере лесных отношений. Каждая семья или одиноко проживающий гражданин в регионе имеет право на бесплатное получение 30 кубических метров древесины для строительства индивидуальных жилых домов на земельных участках, представленных для ведения огородничества, садоводства. Областной закон о внесении изменений в отдельные областные законы в сфере предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг вступил в силу с 1 января этого года. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50% ветеранам гражданам, пострадавших от политических репрессий и иных категорий граждан. Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30% многодетным семьям. Меры социальной поддержки предоставляются по выбору по месту жительства или месту пребывания на территории Архангельской области. Областной закон о прожиточном минимуме в Архангельской области вступил в силу с 1 января этого года. Согласно закону, величина прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии увеличена с 8 812 до 11 173 рублей. Установить на 2016 год величину прожиточного минимума для детей при рождении третьего ребенка или последующих детей с 10 138 рублей до 12 754 рублей. Областной закон о внесении изменений в статью 4 областного закона о транспортном налоге вступил в силу с 1 января 2016 года. Согласно данному закону, установили налоговую льготу по транспортному налогу одному из родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, ребенка-инвалида. Налоговая льгота предоставляется в размере не превышающим 980 рублей для владельца транспортного средства. При получении дополнительных доходов правительству Архангельской области в ходе исполнения областного бюджета на 2016 год предусмотреть средства на поддержку садово-огороднических товарищей в размере 30 000 рублей. Я перечислил вам наиболее значимые законы, которые были приняты областным собранием в 2015 году. Какие еще законы необходимо нам принять? Мы ждем от вас ваших предложений. И в заключении нашей передачи традиционный опрос. Он звучит так. Какие меры должна принять власть в условиях кризиса? Первое. Сдерживание роста тарифов на услуги ЖКХ. Сдерживание роста цен на продукты питания. Снижение муниципальной аренды для малого и среднего бизнеса. Или свой вариант. Мы ждем ваши ответы в социальных сетях Александра Дятлов и Екатерина Поздеева. Социальные сети в Facebook и ВКонтакте. На экранах телевизора вы видите электронный адрес нашей передачи. Нам очень необходимо знать ваше мнение. До свидания и всего вам доброго.